8 часов 38 минут по местному времени. Именно в это время был подписан протокол об итогах выборов президента Российской Федерации в Ульяновской области. 477 654 избирателя нашего региона проголосовал за Владимира Путина. Это чуть больше 74 процентов. Максимальный показатель среди кандидатов. Остальные заметно отстают. Среди них самый большой процент у Павла Грудинина 14,74 процента. А самый меньший у Ведвиженца от партии «Яблоко» Григория Явлинского 0,55 процента. В выборах приняло участие 643 360 избирателей, которые голосовали в Ульяновской области. Я подчеркиваю, это не только Ульяновцы, но и те, кто голосовал по новым правилам, по новой процедуре, голосовал по месту нахождения, по месту своего фактического нахождения и зависимости от места жительства, то есть от места регистрации. Молодые избиратели тоже успели себя проявить. 40 процентов голосов от общего числа проголосовавших принадлежали юным ребятам, которые проголосовали в первый раз. Вчера очень много молодых ребят впервые голосовали, в том числе и я. Для нас это был очень важный момент, потому что мы отдавали голос за наше будущее. И мы хотели выбрать очень достойного и сильного лидера. Теперь все волонтеры избирательных штабов могут вздохнуть спокойно. Агитационные работы успешно выполнены, выборы закончились. В списке дел было очень много важных мероприятий. В день выбора следили за явкой на избирательных участках не только в Ульяновске, но и по всей стране. Смотрели проценты, соотношения, смотрели новости, отслеживали дебаты во время выборов на и кампании. Поэтому работы было много и мы очень рады, что волонтеры внесли посильный вклад в нашу общую победу. По мнению члена Ульянского штаба ОНФ Алексея Ситникова, победа Владимира Путина на выборах вполне ожидаема и закономерна. Основная масса российского народа оказала доверие нашему кандидату. И вы видите цифры, которые, то есть победа, будем говорить, оглушительная, но главным критерием и главным доверителем нашему кандидату был российский народ. На сегодня по всей стране обработано более 99% бюллетеней. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия предоставят в ближайшее время. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова